Охраняемый объект. Войти сюда практически невозможно, собственно, как и выйти. Но и в таких учреждениях происходят чрезвычайные происшествия. Как, например, пожар, который произошел 23 июля. Здесь уже важно, насколько хорошо сработает медперсонал и сотрудники МЧС. В 13.45 на центральный пункт пожарной части города Видное, номер 28, поступило сообщение, поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в психоневрологическом интернате номер 10. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Оказалось, что на первом этаже учреждения в комнате охраны произошло оплавление электропроводки. От этого и пошло задымление, которое распространилось в другие помещения. Еще до приезда пожарной службы персоналам психоневрологического интерната слаженно и быстро были выведены все 84 пациента из здания на улицу. Накануне происшествия здесь под контролем сотрудников МЧС проходила практическая тренировка по эвакуации людей. Она показала, что медперсонал имеет достаточно навыков на случай возникновения пожара. МЧС России уделяет особое внимание данной категории социально значимых объектов, особенно таким, как психоневрологические интернаты, потому как люди в них не защищены, есть маломобильные и с психическими расстройствами. Постоянно на данной категории объектов проводятся тренировки. По мнению сотрудников МЧС, возможной причиной возникновения чрезвычайной ситуации стало массовое в этот день отключение электричества во всем городе. А после включения электроснабжения в результате скачка напряжения в здании психоневрологического интерната случилось замыкание. После происшествия пожарными были обследованы все помещения. И сейчас жизни пациентов ничего не угрожает. Юлия Погосян и Адам Елена Кошелева. Видное ТВ.